В эфире вечерняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Добрый вечер. В Казахский агротехнический университет имени Саки Насейфулина претендует на статус крупного научно-исследовательского центра. Об этом преподаватели вуза рассказали главе государства. Касамжмар Тукаев посетил Казату и пообщался с педагогами и студентами. Молодежь рассказала президенту о том, какие условия созданы для учебы. Подробно Ирина Панфилова. В Казахском агротехническом университете имени Саки Насейфулина Касамжмар Тукаева ознакомили с научно-исследовательской деятельностью. Эти новые сорта сельскохозяйственных культур вывели здесь с использованием современных методов молекулярной биологии и генной инженерии. Создать засухоустойчивые сорта пшеницы и ячменя ученым вуза удалось за пять лет. У нас созданы зеркальные лаборатории, как имеются за рубежом, полностью оснащены всем необходимым оборудованием. И подготовлены кадры, которые способны автономно решать ряд многих вопросов. Главе государства подробно рассказали об образовании, в частности, внедрении новых технологий в процесс производства биоорганических удобрений, систему ветеринарии и процесс учета животных. Показали, как применяют цифровые технологии. Здесь мы обучаем к основам цифровизации и конструирования. С помощью 3D-сканера можно получить чертежи любой сложности. Далее обрабатываем SolidWorks, Автокат и отправляем на печать 3D-принтер. Это у нас модульный стенд упаковки зерна. Здесь модульный стенд позволяет автоматизировать любой производственный процесс. С помощью этого стенда наши студенты обучают к основам программирования цифровизации промышленных производств. Ознакомили президента и с современными методами контроля процессов землепользования. Их уже активно применяют в Актюбинской и Акмолинской областях. Президент отметил, что практику необходимо перенимать и остальным регионам. Удача данного центра является повышение качества подготовки инженерно-технического персонала, выполнение совместных проектов с промышленными предприятиями по программам индустрии 4.0. Наш центр оснащен самым современным программным обеспечением. И работа нашего центра поможет повысить производительность и создать цифровую экосредственно-промышленные предприятия в Казахстане. Важным делом занимайтесь. Сейчас робототехника, цифровизация, в целом искусственный интеллект – это реальность современной жизни. Особенно в развитых странах. Поэтому нам ни в коем случае нельзя отставать от этих тенденций, которые развиваются. Поэтому хорошо учитесь, потому что такие специалисты нам нужны. Студенты, в свою очередь, поблагодарили президента за поддержку и внимание. А с французским университетом Агро-Париж-Тех Казату разработал дорожную карту. Проект, рассчитанный на 5 лет, позволит студентам получать двухдипломное образование. У нас есть также несколько центров, в которых тоже студенты наши не просто обучаются, они реализуют все свои стартапы и при этом еще зарабатывают деньги. Например, наши студенты из факультета управления земельными ресурсами, они по заказу производственников, они сегодня выполняют работы и в среднем зарабатывают примерно 100 тысяч тенге в месяц. В планах на перспективу у педагогов вуза превратить Казату в крупный научно-образовательный центр. Здесь надеются, что вскоре получат статус исследовательского университета. Все развитые университеты в мире, они исследовательные университеты. То есть в составе университет есть НИИ, опытные станции. Таким образом, наши преподаватели будут не просто преподавать, а заниматься наукой, глядять производство. Таким образом, студенты получат современные компетенции и будут обучаться практически. Вот к этой модели мы должны прийти. Общаясь со студентами, Касам Жумартукаев пожелал молодежи успехов в учебе и отметил важность применения передовых технологий. Ирина Банфилова при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Глава государства выразил соболезнования семье выдающегося кыргызского режиссера Болота Шамшиева. В телеграмме отмечается, что Болот Толенович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление многовековой дружбы и сплоченности наших народов. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием Казахстана и Кыргызстана. Уверен, что имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей памяти. Конец цитаты. Поступательное развитие двусторонних отношений практически во всех областях. Казаха отметили в беседе по телефону президента Казахстана и Таджикистана. Касымжмар Тукаев выразил признательность Эмамали Рахмону за поздравления по случаю 28-летия независимости нашей республики. Глава государства отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют на международной арене. Обсуждая перспективы дальнейшего сотрудничества, лидеры договорились об организации их встреч в 2020 году в столице Казахстана. Об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране доложил Касымжмар Тукаеву генеральный прокурор страны. Глава государства принял Гизата Нурдаулетова. В ходе встречи генпрокурор поинформировал президента о мерах по защите конституционных прав граждан, об актуальных вопросах борьбы с преступностью, внедрении цифровых технологий в уголовный процесс и отметил, что в Казахстане наблюдается снижение уровня преступности. Касымжмар Тукаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества, а также дал ряд поручений. Около полутора миллиардов тенге сэкономили в республике с момента внедрения Института частных судебных исполнителей в 2016 году. Однако система все еще нуждается в доработке. Уже в скором будущем судоисполнители смогут работать в онлайн-режиме. У каждого из них появится свой виртуальный кабинет с доступом к информационным системам Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ, Верховного суда, Минфина, портала ЕГОВ и банков второго уровня. В свою очередь граждане смогут выбрать наиболее опытного и квалифицированного специалиста на сайте Минюста. И там же можно будет оставить отзыв о его работе. Методы по совершенствованию деятельности частных судебных исполнителей сегодня обсуждали в Мажелесе. По словам министра юстиции, самыми проблемными для взыскателей вопросами остаются долги по алиментам. С ними связано каждое второе решение суда, с которым приходится работать судоисполнителем. Для решения этой проблемы депутаты предлагают сделать размер выплат фиксированным, чтобы они не зависели от заработка родителя. Поскольку там затрагивает интересы несовершеннолетних детей, страдают дети. Поэтому в первую очередь мы поднимаем вопрос о повышении эффективности неплательщиков, алиментщиков, которые злостно уклоняются, скрывают свои доходы и имущества. В месяц оплачивая 5-6 тысяч он может уйти от ответственности. И поэтому законодательно необходимо установить размеры алиментов в зависимости от интересов каждого ребенка. Есть такой международный опыт. Мы предлагаем, что именно размеры алиментов должны быть установлены в зависимости от интересов ребенка. Половина всех жалоб, которые приходят в минист по судоисполнению, они касаются алиментов, а на личном приеме это больше половины. Мы по этому вопросу граждане обращаются. Что сделано министерством? С каждым акимом заключены меморандумы. Внутри этих меморандумов очень важно первое – это устройство должника на работу. Второе – это активное взаимодействие с органами внутренних дел по розыску должника и его имущества. В обществе продолжают обсуждать инициативы, озвученные на втором заседании Национального совета общественного доверия. Среди многих тем, которые привлекли внимание, вопрос проведения митингов в мирном порядке. По словам известного политолога Марата Башимова, подобные меры приближают нас к международным стандартам в области прав человека и однозначно показывают направленность курса государства на развитие человеческого капитала. Это очень важно, потому что через митинги, шествия люди выражают свое мнение. Они могут быть разные, но это укладывается в концепцию президента Тукаева о том, что могут быть разные мнения, но единые нации. Вот это очень важно. Поэтому либерализация, уведомительный характер митингов – это прежде всего очень важно для общества, для государства, для простого гражданина. Создание Национального совета общественного доверия – это только один из шагов к модернизации общественно-политической жизни в стране. Ситуация будет меняться от заседания к заседанию в соответствии с новыми пакетами рекомендаций и предложений членов нацсовета. Так считают эксперты. Нужно отметить такие прогрессивные решения главы государства, как декриминализация статьи о кривите, гуманизация статьи о разжигании социальной розни, а также принятие закона об увиновительственном характере митингов. Данные решения являются прогрессивным шагом в направлении повышения прав и свобод казахстанцев. В целом мы видим, что власти страны следуют принципу слышащего государства. То есть те пожелания народа, которые находились на повестке долгое время, нашли отражение в рекомендациях и предложениях членов нацсовета. Только спросить. Так называется лектория Министерства здравоохранения, которая теперь будет регулярно проводить на площадке одного из столичных вузов. В открытом формате обсуждать намерены самые громкие медицинские кейсы. Первую встречу провели сегодня, посвятив ее нововведениям в Кодексе о здоровье. Врачи, общественные деятели, депутаты вместе с гражданами говорили о самых резонансных нормах проекта. Они касаются вакцинации и трансплантологии. По данным Минздрава, на сегодня более трех тысяч казахстанцев ждут донорских органов. Диагноз цирроз печени Нуржану Тибергенову поставили три года назад. Все это время отец двоих детей боролся за жизнь. Донорский орган врачи нашли. Такое непростое, но благородное решение приняли родственники трагически погибшего юноши. У меня опять эпизодов было внутреннее кровотечение. Слава Богу, врачи все вовремя оказали медицинскую помощь и меня все время спасали. Год и пять месяцев сейчас прошло. Сейчас чувствую себя хорошо, проблем нет. Это у меня по квоте все бесплатно было. Донором был парень из Кустаная. Спасибо им, родственникам, родителям, которые дали согласие. В листе ожидания на сегодня 3128 казахстанцев. Средний возраст чуть больше 40 лет. Есть и дети. К примеру, донорская почка сейчас нужна порядка 70 юным пациентам. Их жизнь пока поддерживает гемодиализ. Нам, казахстанцам, надо понять, что эти люди, которые ожидают на листе, они ожидают не просто орган, они ожидают жизнь. Они ожидают жизнь, потому что иначе, если почки, допустим, это возможно подождать, скажем, трансплантацию на диализном аппарате, то с печенью, либо с сердцем вопрос исключительно, исключительный. Многие пациенты, особенно сердечники, умирают, так и не дождавшись спасительной трансплантации. По словам известного кардиолога Махабад Бигбасыновой, самая большая проблема – это нехватка доноров. С августа месяца в нашей клинике не было выполнено ни одной трансплантации сердца, ни одной трансплантации легких. В этом году мы всего сделали 9 трансплантаций сердца и 3 трансплантации легких. Это в том, что в листе ожидания в нашей клинике, и пока только наш центр занимается этой программой в стране, находится сегодня 138 наших сограждан, которые ожидают сердца, и 12 пациентов, которые ожидают легкие. Врачи считают, что поправки в случае их принятия выведут отечественную медицину на новый уровень. Появится больше возможностей для поиска доноров и трансплантации, а это значит, что спасенных жизней тоже станет больше. Мы ездим в другие страны, мы видим, как работает медицина в других странах. Мы должны смотреть в будущее, смотреть в прогресс и обеспечить базу нормативную для тех технологий, которые нужны людям сегодня и завтра. Понятно, что есть нормы чувствительные, есть позиции населения, мы будем их слушать. Законопроект не будет принят до нового года. Это еще раз подчеркнули депутаты Мажелиса, члены рабочей группы. Поправки еще не раз будут обсуждать в стенах парламента, и не только там. Министр здравоохранения Лжан Бертанов предложил встретиться в январе, чтобы еще раз выслушать все доводы и мнения. Индиоретик Жанова, Арман Ахшабаев, Хабар, 24. Проект кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в Мажелисе. Уже внесено более 600 поправок в этот документ. Какие нормы обсуждают, спросим у президента общества пациентов трансплантации МРСЕ Сандугаш Оренбаевый. Сандугаш, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, есть ли новости для тех, кто сейчас находится в листе ожидания на пересадку органов? На самом деле, сегодня в городе Нур-Султан прошли общественные слушания в Медицинском университете касательно нового проекта кодекса о здоровье, который уже с 2018 года является и в апреле в следующего года ориентировочно он вступит в силу. И что необходимо сказать о том, что... Мне сложно так говорить. Сложно говорить о чем? Дело в чем? Дело в том, что этот вопрос, он очень... Давайте так, я понимаю, вопрос большой. Давайте будем подробно подходить к этому вопросу. Первый. Есть ли какие-нибудь новости для тех, кто сейчас ожидает пересадку органов? В новом проекте кодекса и в части трансплантации органов есть два огромных изменения. Первое изменение касается живого донорства. Оно говорится о том, что живым донором для рецепента может быть лицо, находящееся в генетической связи родственное лицо и имеющий тканевую совместимость. В кодексе 2009 года было то, что это лицо может быть и родственным, или имеющий тканевую совместимость. То есть это дает возможность пересадки от живого донора исключительно от родственника. И второе, что является сегодня, наверное, самым актуальным и что является, наверное, самым обсуждаемым вопрос, это вопрос об органном донорстве. То есть надо разделять живое донорство и посмертное органное донорство. При посмертном донорстве, как вы знаете, у нас существует презумпция согласия. То есть завещание, можно сказать. Да, презумпция согласия это тогда, когда каждый из нас является потенциальным донором при соответствующих условиях. И по презумпции согласия этот закон, как и в 2009 году, так и в новом кодексе, он сохраняется. Но изменяются некоторые моменты, что казахстанские органы, они как и раньше, посмертные органы, они как и раньше всегда пересаживались исключительно казахстанцам, так и здесь. Единственная разница в том, что мы говорим о казахстанцах, которые проживают в республике Казахстан, и о казахстанцах, которые временно могут проживать за пределами, быть на лечении и так далее. То есть и еще очень много конкретизирующих пунктов, которые, мы надеемся, очень послужат развитию посмертного донорства в Казахстане. А есть какие-нибудь цифры о том, сколько пациентов сейчас нуждаются в пересадке и как долго им приходится ждать? На сегодняшний день это 3000 пациентов, которые находятся на листе ожидания. 3000 пациентов, которым нужна операция по трансплантации почек, печени, сердца, легких, в том числе и детям. Около 100 человек. Ежегодно в Казахстане умирают более 100 человек на листе ожидания. Эта цифра только увеличивается, к сожалению. Кстати, почему эта цифра увеличивается? Это не связано. Вообще есть такая статистика, что количество трансплантаций в Казахстане уменьшается с годами. И может ли быть это связано с тем, что не хватает квалифицированных кадров для того, чтобы проводить эти операции? Система трансплантации в Казахстане развита очень широко. И она соответствует всем международным стандартам. У нас в Казахстане существует Республиканский координационный центр по трансплантации. Также у нас существуют донорские стационары. Их огромное количество, они все распределены в каждом регионе. И существует несколько трансплант-центров, где высокоспециализированные хирурги, трансплантологи, прошедшие повышение квалификации в международных клиниках, западных клиниках, в Японии, Корее, Турции, Германии и так далее. Поэтому со специалистами проблем, я думаю, что у нас нет. Основная проблема, это, конечно, дефицит органов. Потому что, к сожалению, где-то началось, наверное, это возможно с 2017 года, когда количество трансплантаций от посмертного донора стало снижаться. И это снижение идет в огромной прогрессии, к сожалению. Только в этом году было всего 10 изъятий органов. И это совершенно мало, учитывая то, что, допустим, годами ранее это было гораздо больше. А с чем это связано? То есть родственники отказываются, да? Зачастую, да. Вот поскольку существует презумпция согласия, по которой мы все являемся потенциальными донорами, но зачастую все-таки врачи идут на испрошенное согласие. Это тогда, когда спрашивают согласие у родственников, тогда, когда родственники позволяют стать и дают согласие на изъятие органов. Давайте скажем нашим зрителям, что во многих странах не ждут, там согласие на донорство органов дают еще при жизни. И вот почему бы в Казахстане такую практику не внедрить? Здесь немножко у вас путаются понятия о том, что такое презумпция согласия и что такое презумпция несогласия. В странах, где существует презумпция несогласия, там, да, там существует определенный пол людей, которые дают согласие на изъятие. У нас же в стране презумпция согласия. То есть изначально у нас все согласны, но необходимы, то есть если вы не оставили при жизни своего отказа от донорства. И тогда создается реестр этих несогласных. То есть абсолютно разные подходы к посмертному донорству. Но что необходимо сказать о том, что сейчас очень многие страны переходят от презумпции несогласия к презумпции согласия, потому что на самом деле это самый цивилизованный путь к помощи людям. Мы тоже по этому пути идем? Вот в данном кодексе, который рассматривается? Мы по этому пути уже идем с 2009 года. Отлично. В штате многих зарубежных клиник, насколько я знаю, есть специальные координаторы. Это обученные люди, которые осуществляют связь с центром. Как только в той или иной больнице появляется потенциальный донор. И в Казахстане такие специалисты есть. И кто, где их обучает, что входит в их задачи? В нашей стране пошло все гораздо лучше. То есть у нас не в каждой отдельной клинике есть свой координатор, который в штате клиники. Нет. У нас есть республиканский координационный центр, который аккумулирует в себе всех региональных представителей. Там несколько уровней координации происходит. И региональные представители существуют в каждом регионе. И в каждом стараются донорском стационаре. Обучение их производится также в координационном центре. И последний вопрос. Я понимаю, тема большая. Хотелось бы поговорить побольше о ней. Но, тем не менее, время ограничено. Если человек хочет, чтобы после смерти его органы изъяли для спасения чьей-то жизни, может быть, и ни одной жизни, куда ему обратиться, чтобы уведомить о своем желании? Дело в том, что, как я уже говорила выше, Давайте только простыми словами скажем. У нас прежде всего презумпция согласия. Поэтому необходимо говорить о своем несогласии. Если человек не согласен быть донором, то он может заявление подать в поликлинику, где его через определенный процесс информация будет передана в координационные центры, в донорские стационары. И затем через ЕГОВ. Также с 2020 года будет такая норма принята и в электронном паспорте здоровья. Там уже будет такая отметка. Да. Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи была Сандугаш Оренбаева, глава общества пациентов трансплантации ОМР Сея. Спасибо. У казахстанских школьников появился новый способ расслабиться в кавычках. И имя ему СНЮС. Содержание никотина в этом продукте сравнимо с несколькими пачками сигарет. Он вызывает галлюцинации, отравление и даже потерю сознания. По оценкам специалистов, масштабы распространения новой отравы близки к критической. Правда, в школах как будто не замечают этой проблемы. Да и санитарные врачи, которые обязаны регулировать продажу табачной продукции до недавнего времени, будто бы не замечали этой эпидемии. Андрей Деменок расскажет об этом подробнее. Вот такую подушечку я обнаружила в классе где-то около месяца назад. Это после уроков произошло. Но тогда я этому значения не придала, потому что после детей, как вы понимаете, может оставаться все, что угодно. Раньше она и слова такого СНЮС не слышала. Учитель одной из столичных школ просит не показывать ее лица. Признается, боится давления со стороны руководства школы. Ведь о распространении новой отравы педагоги предпочитают не говорить. Все-таки наши учителя, руководство, они наверняка боятся выносить ссоры из избы и уже доходить до какого-то более высокого уровня. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хорошую конфетку ты, говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? А это уже реакция после употребления тех самых конфеток. За последние месяцы подобные видеозаписи наводнили родительские чаты. Завален такими роликами, записанными дома или в школьном туалете и весь интернет. Стой, стой, не бойся, все нормально. Леха, ты реально четыре свежих? Да, да, вот раз. Вот и ученики этой школы на окраине столицы признаются. О новом пристрастии своих сверстников знают. Лишь единицы делают вид, что про снюс слышат впервые. Ребята, знаете, что такое снюсы? Без понятия. Нет. Ни разу не слышали? Нет, я слышал. Ну, слышали, но это плохая вещь. Да, да, да. В школе никто у вас не упробовал, друзья не рассказывали? Ну, наши друзья точно не кидали, остальных мы не знаем. Мы не знаем сейчас. Вот вы откуда слышали про снюсы? А, от друзей. Также школьники или уже старших? Старшие, старшие. Колледж. Колледж. Вы знаете, что такое снюсы? Нет, 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 неинтересно. Вы что-то знаете? Нет. И не слышали ни разу? Нет. Вообще? Нет. По составу одной такой шайбы именно так снюс называют в кругах определенных впору изучать химию. Здесь и никотин, ароматизаторы, усилители вкуса, а также десяток других элементов. Это лишь то, что написано на упаковке. Что же на самом деле может скрываться за маркой известного шведского жевательного табака, остается лишь догадываться. Однако достаточно знать, что в одной такой подушечке огромное количество никотина и рассматривать ее в качестве легкой эффективы курению невозможно. К примеру, можно понимать, что здесь никотина столько, сколько в двух пачках сигарет. Вот такая вот невеселая арифметика. И невеселая она в первую очередь для здоровья. Снюс в какой-то степени аналог азиатского нацвая. Способ применения идентичен. Однако он запрещен практически во всей Европе. Кроме самой Швеции, а также Норвегии. Но и там купить его могут лишь взрослые. В Казахстане, как выясняется, ситуация иная. Приобрести снюс не составляет труда. А продавец готов проконсультировать по любому вопросу. Вы ее закинули, и на целый день она вам хватает. Некотинная зависимость. Какое же ощущение сигарета? Нет. Нет, если негатив поступает через слизистую рабочую. Через сны. И эффект логы? Нет. Ну и плюс неприятного запаха изо рта ничего нет. Пестрит объявлениями о продаже снюсов сегодня и интернет. Выбор в сети еще больше, чем в магазине. Десятки наименований никотиносодержащих продуктов, что называется на любой вкус. К большинству товаров подробное описание, а также перечень эффектов, которые они вызывают. Придает заряд бодрости, тонизирует, улучшает работу мозга, повышает концентрацию внимания, приглушает чувство голода, поднимает уровень выносливости, разгоняет метаболизм. Правда, врачи с мнением продавцов опасного товара категорически не согласны. Они одни из первых, кто забил тревогу перед надвигающейся, как ее уже успели назвать в некоторых странах СНГ, никотиновой эпидемией. По словам медиков, последствия употребления таких леденцов ужасают. Некурительный табак вызывает заболевания в полости рта, предраковое состояние, лейкоплакея, и потом затем рак, рецессия десны, парадонтит, весь кариес вызывает, кариес и так далее. И плюс еще некурительный табак, вот допустим, если он не вызывает рак легких, то он вызывает рак поджелудочной железы. То есть табак, есть табак, он вреден. В Казахстане употребление и распространение жевательного табака, которому как раз и относятся с НЮСы, никак не регулируется. В отличие от той же Европы и даже других стран Евразийского экономического союза. Попытки упорядочить его продажу и даже вовсе запретить были. Еще в 2015-м, вместе с Насваем. Но позже решения по неизвестным причинам изменили. Чем, как отмечают в Евразийской антитабачной коалиции, и поспешили воспользоваться предприимчивые продавцы. Скорее всего, это появляется контрабандно. Скорее всего. Потому что акцизов я не вижу, чтобы акцизов собирали. То есть, ну, захотела шведская компания поставить, ну и поставила. У нас довольно дырявые границы. Вот. Поэтому и появился очень высокий риск, что под маркой СНЮСа могут буквально вставлять наркотические вещества. Никто не контролирует это. Ни Минздрав, ни ДВД. Другими словами, за маркой известного производителя может скрываться самый настоящий контрафакт. Никотиновые леденцы российского, а также индийского производства предлагают не только в интернете, но и в магазинах. Подтверждают это и в Комитете охраны общественного здоровья. Главный санитарный врач страны, Жанр Робек Бекшин, признает, ситуация с распространением жевательного табака близка к критической. Поэтому на прошлой неделе и было решено ввести временный запрет на его продажу. Подписано постановление. Мы приняли временную санитарную меру для того, чтобы четко определить, насколько это угроза. Хочу сказать, что в СНЮСах содержание никотина вообще не регламентируется. И СНЮСам не уделялось такое внимание. И сейчас поступает, поскольку вся продукция регламентируется через технические регламенты, к сожалению, СНЮСы техническими регламентами не регламентировались. Постановление предполагает, что теперь за продажу жевательного табака продавец может заплатить 4-х миллионный штраф. Правда, удастся ли охватить все каналы реализации СНЮСов, санитарные врачи четко ответить не могут. Недавно они попытались провести контрольную закупку никотиновых подушечек. Нашли интернет-магазин, сделали заказ и перевели деньги. Однако в указанном месте обещанной закладки не оказалось. Андрей Деменок, Иланн Урызбаев, Осет Саргулов, Хабар, 24. Продолжим тему. В АТРА у школьника травился энергетическими конфетами. Десятилетнего мальчика без сознания доставили в приемный покой детской больницы. В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, у ребенка врачи диагностировали отравление кофеином, содержащимся в конфетах. По словам мальчика, выйдя из школы, он купил в магазине несколько штук и разом съел их, а через некоторое время почувствовал себя плохо. Ребенок не приходил в сознание около часа. В экстренном порядке его доставили в реанимационное отделение, после чего в палате интенсивной терапии промыли желудок. Ребенок пришел в себя. Сейчас пациент переведен в отделение педиатрии. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Совсем скоро он будет выписан домой. Все младенцы Карагандинской области проходят неонатальный скрининг на наследственные заболевания. Если их не выявить сразу после рождения, ребенок может стать инвалидом. На учете с диагнозом врожденный гипотиреоз в регионе стоит более 200 детей. Еще 13 несовершеннолетних болеют фенилкетонурией и нуждаются в дорогостоящем спецпитании. Марина Золотарева встретилась с генетиками. Чтобы предотвратить инвалидность, обследование нужно провести в течение трех недель после рождения. Для анализа берут кровь из пятки младенца. Лера появилась на свет три дня назад. И когда малышка наберет вес, то сразу отправится на скрининг. Это первый долгожданный ребенок в семье. Поэтому мы проходим все необходимые процедуры на выявление патологий, говорит молодая мама. Боюсь, конечно. Ну как это? Только-только родила я тут. Ну и раз надо делать все-таки, значит будем. Потерпим. Нужно, чтобы выявить эти врожденные заболевания у ребенка в дальнейшем, чтобы рос здоровеньким. Фенилкетонурия – наследственная болезнь, связанная с нарушением метаболизма аминокислот. При несоблюдении низкобелковой диеты в организме накапливается фенилаланин, который приводит к умственной отсталости. Такой диагноз встречается у одного из 8 тысяч детей. У этих пациентов всю жизнь особенное меню. Детестол обходится до 5 миллионов тенге в год. Поэтому спецпитание таким детям государство предоставляет бесплатно. Заменители яиц, заменители риса, допустим, да, это различные молочные, там и сливки, молочные продукты. Это и, ну, ребенок есть ребенок, это и печенье, это вплоть до пиццы. Ну это все, конечно, имеет специфический вкус, имеет специфический запах. Из того, что вот кушает, ну, кушаем мы с вами, да, ребенок может кушать только овощи и фрукты, да, то есть там, где нету белка. Врожденный гипотериоз – заболевание щитовидной железы, которое встречается с частотой один случай на 4-5 тысяч новорожденных. Этот недуг тоже нужно диагностировать как можно раньше, потому что без гормонального лечения он приводит к задержке развития всех органов и систем. За последние два года в регионе обследовали более 67 тысяч младенцев. Все дети, которые состоят на учете с диагнозами фенилкетонурия и врожденный гипотериоз, нуждаются в пожизненной терапии. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Каргандинская область, Хабар, 24. К событиям в мире. Гуманитарная катастрофа в сирийском Идлибе. Правительственные войска вот уже несколько дней проводят в провинции наступательную операцию против террористов, но жертвами этих атак становятся в том числе мирные жители. Десятки тысяч людей в панике бегут в соседнюю Турцию. Анкара заявляет, что не справится с таким большим потоком переселенцев. В этой ситуации разбиралась моя коллега Асем Хасенхазе. Она в студии. Асем, что же теперь намерена предпринять Турция? Сегодня турецкая делегация прибудет в Москву. Возможно, она уже прилетела. Там стороны обсудят ситуацию и примут решение, что же можно делать, чтобы прекратить огонь в Сирии. Вот что сейчас происходит в сирийской провинции Идлиб. Разруха, страх, паника. Правительственные войска наносят удары как земли. Такие дни прогремели порядка двухсот взрывов. По данным официального Дамаска, операция направлена против террористов. Однако, по рассказам местных жителей, армия бомбит все подряд. В том числе, жилые районы, больницы, школы и даже школы. Эти кадры облетели весь интернет. Спасатели вызволяют из-под завалов 10-летнюю девочку, которая чудом уцелела после авиаудара. Месяц назад президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение Идлиб от радикалов не займет много времени. При этом тогда он отмечал, что сначала мирные жители покинут район, а после начнутся удары. На деле все вышло не совсем так. По мнению правозащитников, Асад таким образом мог свести счет из провинции после того, как оттуда ушли американцы. Мы уже говорили тем, кто сделал ставку на американцев. Американцы не будут вас защищать. Американцы не будут смотреть вам в глаза. Американцы просто разменяют вас. И они уже начали это делать. Если вы хотите защиты, то защитить вас может только наше правительство и наша армия. Огонь не прекращается. Официальных данных о количествах жертв нет. Однако, как сообщает наш ближневосточный корреспондент Сергей Ауслендер, за несколько дней погибли более полутора тысяч человек. Таковы данные правозащитных организаций. Реакция мирных жителей предсказуема. Они бегут из провинции в соседнюю безопасную Турцию. Однако на границе им не рады. В нас открыли огонь радикалы из связанной с Аль-Каидой группировки. Они разогнали нас слезоточивым газом, когда мы собирались у границы. Почему? Мы же не неверные. Что нам делать? Мы страдаем из-за действий правительственной армии и радикалов. Мы обращаемся к Турции. Она является страной-гарантом соблюдения режима прекращения огня в Сирии. Что же вы нам гарантируете? Мы видим только убийства. Каждый день люди бегут из собственных домов. В нас стреляют. Так вышло, что Идлиб также является домом для сотен тысяч беженцев из других регионов Сирии. Все они бежали сюда от боевых действий. Между тем, официальная Анкара заявила, что не собирается нести в одиночестве груз ответственности за переселенцев. Из-за боевых действий в Идлибе более 80 тысяч жителей направились в сторону Турции. И если удары по Идлибу не прекратятся, это число возрастет. Анкара не возрастет. Анкара не может в одиночку оказывать помощь столь большой группе людей. От этого пострадает и ЕС, потому что Грецию тогда тоже ожидает наплыв мигрантов. В Москве турецкая делегация обсудит ситуацию в Идлибе. По итогам переговоров мы решим, какие шаги нам следует предпринять. Турция в свое время гостеприимно открыла свои двери перед сирийскими беженцами, бежавшими от войны на родине. За годы конфликта, по данным ООН, в республике собрались более 3,5 миллиона сирийцев. Это не могло не отразиться на экономике Турции. Алмаз, у меня на этом все. Спасибо. О ситуации в Сирии нам рассказала наш международный обозреватель Асем Хасенхаза. А мы продолжим выпуск. В Нур-Султане проходит третий международный IOT-форум «Казахстан-2019», в котором принимает участие компания «Казахтелеком». Телеком-оператор готов работать в области обеспечения безопасности школ, развивать такие направления, как автоматизация систем ЖКХ, используя аналитику Big Data для улучшения состояния городской экосистемы. Продолжение темы в нашем сюжете. Начиная с 2014 года «Казахтелеком» установил 36 тысяч камер видеонаблюдения во всех подъездах. Проект компания будет продолжать и дальше, ведь оборудование жилых комплексов такой техникой позволило сократить количество краж. В наше общество видеокамеры вошли как обыденность. Мы уже понимаем, что каждая камера, которая генерирует и которая приносит свой трафик, она, соответственно, способна воспроизвести любое событие. Если взять количество видеоинформации, которое мы храним, то это 15 петабайт, и если брать, то это по сути 190 лет жизни, какого человека, выжить информацию. Сейчас «Казахтелеком» проводит ряд тестов по внедрению 5G. Запуск коммерческой зоны технологии будущего уже стартовал в Нурсултане. На территории Экспо в Астанахабе каждый желающий может проверить новые возможности. Проводим ряд тестов, в том числе связанных с технологической проверкой, подготовностью инфраструктуры, например, готовностью терминального оборудования. Проверяем проникающую способность работы в новых частотных диапазонах. Сегодня «Казахтелеком» является крупнейшим провайдером цифровых услуг в стране, и поэтому имеет все возможности для вывода IOT-технологий на принципиально новый уровень развития. В компании уже подписаны ряд меморандумов о запуске умных городов в пилотном режиме в регионах. Лариса Гречихина, Омербек Изимов, Хабар, 24. Новый владелец сети АЗС «Казмунайгаз» продлил право на использование этого товарного знака до конца следующего года. Напомню, его продажу национальная компания осуществила в феврале. Договор был заключен с компанией «Петро Рител». Ее сотрудники предложили журналистам поучаствовать в процессе приемки топлива, чтобы убедиться, плохого бензина здесь быть не может. Прежде чем попасть в баки авто, каждая партия бензина и дистоплива проходит контроль качества. В лаборатории «Петро Рител» таких проб в день проводят до 60. Их определяют по показателям плотности, октанового числа, температуры вспышки, на наличие механических примесей, воды и так далее. И только после нескольких этапов проверки топливо отправляется на автозаправочные станции «Казмуной газ». Если есть у него сомнения о качестве нефтепродуктов, которые реализуются на автозаправочных станциях, клиент имеет право приехать на заправку, либо позвонить в полцентр, где он заправился. Мы оперативно выезжаем как лаборатория, отбираем пробы и доставляем в лабораторию. Не было такого, чтобы жалоба была клиента обоснованной. За качество продукции в компании ручаются. На каждую партию имеется паспорт качества о соответствии топливоэкологическим классам К4 и К5. А трудится здесь, кстати, высококвалифицированный персонал, сохранение которого было одним из условий покупки. Весь коллектив был сохранен. Никаких задач по оптимизации или сокращению не было и никогда не стояло. Заработные платы мы подняли. Одна из самых главных задач – это построить клиент-ориентированную организацию. Наша задача – это донести качественный нефтепродукт от завода до клиента. В управлении Petro Retail 344 АЗС, 34 нефтебазы и 3 стационарные испытательные лаборатории. Марала Манжолова, Адильхазе Толемис, Хабар 24. 265 новых вагонов за последние три года приобретено Акционерным обществом пассажирские перевозки. Все они оборудованы современным мягким инвентарем, что обеспечило совершенно новый уровень комфорта на железной дороге. Пассажиры отмечают также профессионализм проводников. Последние не только следят за порядком и угощают горячим чаем, но и принимают роды и даже предотвращают попытки незаконного пресечения границы. Накануне 170 работников филиалов и дочерних организаций компании пассажирские перевозки были награждены грамотами за вклад в развитие отрасли. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Меня зовут Нуралы Арестанов. Располагайтесь удобно. Могу предложить горячий чай. Нуралы Арестанов работает проводником уже 10 лет. Коллеги называют его психологом. Однажды этой осенью к нему в вагон зашли четверо жителей Узбекистана. Поезд шел в Уральск. Билет у этих пассажиров до конечного пункта. Поведение ничего подозрительного. Но Нуралы все же насторожился. В их взглядах сквозила какая-то неуверенность, поэтому он периодически выходил в коридор. А когда поезд стал приближаться к казахстанской-российской границе, Нуралы притаился в служебном купе. Все четверо побежали в сторону тамбура. Я тихо направился следом. Каким-то образом они открыли дверь и готовились к прыжку. Чтобы не спугнуть их, потянул к себе того, кто стоял ближе ко мне и затащил в купе. Так же поступил и с остальными. А на ближайшей станции сдал пограничникам. Оказалось, что они были депортированы из России и пытались вот так нелегально попасть обратно. Сейчас Нуралы работает на поезде Алматы-Усть-Каменогорск. Состав совсем новенький. Вагоны комфортные, уютные, а мягкий инвентарь съемный. Кстати, он был полностью обновлен на 47 маршрутах. Видите, тут телевизор. Захотим и телевизор смотрим. Пожалуйста, постельный чистый, очень чистый. Обслуживание очень хорошее. В уходящем году акционерным обществом пассажирской перевозки было приобретено 63 новых вагона. А в будущем году планируется купить еще 146. В Кукштау наградили победителей областной премии «ЖАС Ахмола» и конкурса инновационных проектов «Ахмола Пауэр». Лауреатами и призерами стали порядка 30 молодых акмолинцев, лучших волонтеров, новаторов, ученых, студентов и спортсменов. Денежными сертификатами наградил Аким области Ермек Маржикпаев. Ежегодные премии «ЖАС Ахмола» и конкурс «Ахмола Пауэр» собрали самых ярких представителей молодежи. Среди них и Алихан Каир, студент местного колледжа, за два месяца собрал двигатель внутреннего сгорания, работающий на воде. Проект завоевал первое место на инновационном конкурсе. Первое место! 350 тысяч! Каир, Алихан, друзья! Его потенциал в том, что он не выбрасывал никаких точечных газов, которые вредят нашему своему здоровью. В отличие от электромобилей, его не надо заряжать, например, сутками. Изначально мой двигатель на бензине, когда заливали внутрь бензин, подавали бензин, он вырабатывал 5 лошадиных сил. А после того, как перевели на водород и сделали замер, он выдал все 10 лошадиных сил. За звание лучшего в 12 номинациях боролось свыше 140 участников. Это спортсмены, волонтеры, представители молодежных организаций, рабочих профессий и творческих коллективов. Как отметил Акимобласть Ермек Маржикпаев, поддержка молодежи сегодня является одной из приоритетных задач государства. Хорошим подспорьем для трудоустройства стало поддержку молодежных инициатив через реализацию проектов «Бастао Бизнес» с дипломом в село Ембек, которые предоставили возможность молодежи успешно реализовать себя на профессиональном поприще. Данной программой у нас облачено более полутора тысяч молодых человек. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой, подготовленной молодежными творческими коллективами. Замат Казнета вручили необычную премию за самые популярные видео и мемы. Они буквально взорвали сеть своими пародиями, поступками и просто неловкими моментами перед камерой. Весь год страна смеялась над героями забавных роликов, их обсуждали, а пользователи соцсети оставляли смешные комментарии. Теперь они, как голливудские кумиры, стали главными персонажами на самой популярной премии года. Их пригласили на красную дорожку и вручили статуэтке. Все как на Оскаре, только еще интереснее. Гульбану Жумабай узнала, как прославиться в сети и получить Казак премию. Красная дорожка, вспышки фотокамер, софиты и кругом селебрити. Чем не казахстанский вариант премии Оскар? Вот только статуэтка, застывшая в молодежном жесте ДЭП, предвещает не совсем традиционную церемонию награждения. Премий за большие достижения у нас в стране много. А вот тех, кто вызывает смех, лишь одна. Казахпремия совручается уже не в первый раз. Награды могут достаться как популярным артистам, так и рядовым жителям Казахстана. Тем, кто вызвал каким-то образом в этом году. Хайп. Но здесь нет места негативу. Еще до начала шоу понятно. Гости не прочь посмеяться друг над другом и над собой. И смех, и грех, или в школу любым способом. Такие комментарии оставляли казахстанцы под этим фото в сентябре. Как выяснилось, мальчика, буквально прилипшего лицом к окну переполненного автобуса, зовут Ерсену Разбек. За внезапную славу школьника наградили неординарной премией. Это было в четверг. Сын вернулся со школы и заявляет, что больше не пойдет туда из-за битком набитой маршрутки. На следующий день в WhatsApp начали приходить фотографии мальчика, которого смешно прижало. Я посмеялась и как-то забыла. А уже когда в общем родительском чате мне сказали, что это мой сын, я была в шоке. Главный Ерсен в порядке, а после вирусных снимков власти Туркестана поспешили разрешить транспортные проблемы. Вот еще один лауреат Аблая Алмахова за невероятную мимику теперь называют маленьким Джимом Кэрри. Родители пятиклассника и подумать не могли, что детская шалость прославит их сына на весь казнет. В июле после свадьбы родственников мальчик буквально проснулся знаменитым. В тот вечер мы были с семьей на свадьбе в Жескозгане. И тут певица начала петь, как соловей. Я стал пародировать. Если честно, не знал, что это так смешно со стороны выглядит. Мы из Садпаева и в городе уже все узнают. Пацаны, ну почему мы так плохо играем-то? Ну пацаны, ну нормально играете. В свою статуэтку забрал еще один школьник. Его эмоциональное видеообращение к футболистам клуба «Астана» на матче с именитым английским «Манчестер Юнайтед» набрало больше 75 тысяч просмотров. На кадрах десятилетний фанат буквально умоляет казахстанцев сыграть хорошо. В комментариях люди поддержали мальчика, отметив его искренние эмоции, которые, возможно, и привели к победе столичной команды. «Манчестер Юнайтед» забил в нашей команде. Ну, я испугался, что мы опять проиграем. Но в конце мы выиграли. Родные говорили инстазвезда, инстазвезда. Когда в школу пришел, ну, некоторые друзья начали поддерживать, некоторые друзья начали, ну, типа, прикалываться. Вот так оригинально и смешно авторы популярного шоу «Казахтаймс» подвели итоги уходящего года. Наградили звезд интернета в самых необычных номинациях. Какими еще видеороликами и мемами запомнился год уходящий? И кому достались статуэтки, поклонники проекта узнают в эфире телеканала «Хабар» уже в первый день 2020 года. Гульба Нужмамбай, Алматы, Хабар 24. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого.